В первое воскресенье августа в России отмечается День железнодорожника. Этому празднику ни много ни мало 128 лет. Он был учрежден еще в конце позапрошлого века. Для ПАО ММК этот день также является значимым. Ведь заметная часть сотрудников предприятия задействована именно в железнодорожных перевозках и всем, что с ними связано. Не случайно сегодняшняя смена встречного собрания на станции Заводская получилась особенным. Предпраздничное собрание начальник третьего района открыл приятными результатами работы подразделения по итогам только что завершившегося месяца. Достойно мы отработали, выполнили все свои показатели по грузоперевозку на 102%, по производительности локомотивов 110%. А иначе и не должно быть. Ведь железнодорожное хозяйство – предмет отдельной гордости ПАО ММК. Десятки раз озвученное число 800, примерно столько километров, составляет общая протяженность путей градообразующего предприятия «Магнитогорска». Ни один металлургический завод не имеет такого путевого развития, такого количества станций, стрелок, локомотивов. Поэтому мы, как всегда, впереди планеты всей. ПЕСНЯ Это действительно было особенное утро. С вокальными и танцевальными номерами от артистов Дворца культуры металлургов, с забавной викториной и милыми символическими призами. И все это для особенных людей, ведь других на железной дороге просто не бывает. Этот труд нужно полюбить, прикипеть к нему. Андрей Курмачев, например, работает здесь уже почти 22 года. В школу пришли, сказали, есть такая должность помощи, пришли в тепловозы, пошел в училище, и теперь здесь. Ковши, бочки, тепловозы, чугуни, шлак. Когда в бочку чугу наливаются, искры летят, красиво, когда сливаются, то же самое. Как салют. Все самые горячие перевозки, все у нас это домины цеха, ККЦ, СПЦ. Порядка 30 тысяч тонн чугуна мы по суткам перевозим, раздаем с доминого цеха в кислородный конвертерный и в электростали плавильный. Соответственно, без чугуна не будет металла. Соответственно, без чугуна мы не получим конечный продукт последнего передела, прокат с высокой добавленной стоимостью. Этим людям нередко приходится встречать праздники на работе. Они привыкли к суровой рутине и нелегкому труду. Но хотя бы иногда утро перед очередной сменой должно быть раскрашено в по-настоящему яркие цвета. Разрешите вас поздравить с наступающим днем железнодорожника. Пожелаю вам, вашим семьям, вашим близким, родным здоровья, счастья, успехов в труде, исполнения ваших желаний. Всего вам хорошего. Павел Зайцев, Виктор Исаев, телекомпания ТВН.